Моя Россия, моя Россия, родите меня! Наталья Шайдурова – вдохновитель и главный организатор конкурса детского и юношеского творчества «Семь нот». А еще Наталья – певица, композитор и педагог. Говорит, что у нее было счастливое детство, наполненное и музыкой, и конкурсами. Поэтому создание своего творческого конкурса было мечтой, которая осуществилась вот уж как 8 лет назад. Рецепт конкурса прост. Сильная и дружная команда оргкомитета, профессиональное жюри, большая площадка для выступления, доброжелательная атмосфера. И вот уже тысячи ребят из восьми стран борются за призовые места. Конкурс называется «Семь нот». И вот такие нотки некоторые из победителей сегодня получат награду. Задача у жюри была не из простых, потому что вот таких ноток не семь. Вот всего кубков 200 штук. А кроме кубков еще и медали. Здесь никто не остается незамеченным. Мы не просто говорим там первое место, и второе место, и третье. Все. Каждый практически ребенок получает либо лауреат первый, лауреат второй, лауреат третий, дипломант первый, дипломант второй степени, дипломант третьей степени. И они видят свой рост год от года. Но, конечно, все мечтают о гран-при. Получить его можно в каждой из номинаций, а их немало. Ровно по количеству нот. Семь штук. Художественное слово, хореография, инструментальное исполнительство, декоративно-прикладное искусство, театр мод, конкурс «Мисс семь нот» и вокал. В этой номинации представляла себя Алина Лысенкова. Конкурсная программа не вызвала у нее волнения, ведь сцена – это ее стихия. Это незабываемые ощущения, и очень приятно находиться, когда на тебя смотрят. Особенно, когда у тебя есть костюм, и вот в костюме ты чувствуешь себя просто вообще. Даже объяснить невозможно. Меня некоторые конкурсантки удивили, потому что так петь чисто, не фальшивить, и выбирали нужную песню, потому что человек может петь хорошо, но песню выбрать, допустим, не очень выгодную для показа. Еще один член юрии – артист театра и кино Александр Соколовский отметил высокий уровень участников конкурса, а также необходимость его проведения. Это очень важно, когда есть возможность свои какие-то творческие потенциалы направить куда-то в правильное русло. Поэтому я всегда за организацию любых конкурсов творческих – это правильно, потому что творчество – это двигатель личности на самом деле. Конкурс «Семь нот» стал запоминающимся ярким событием, как для конкурсантов, так и для зрителей. Только смогли аплодисменты победителям этого года, а все уже ждут старта нового сезона. И с такими поклонниками «Семь нот» будет жить и радовать нас еще долгие годы. Я желаю этому конкурсу счастья и добра и всего самого наилучшего. Елена Бабина и Адамия Екатерина Чернышева, Видное ТВ.